Здравствуйте, меня зовут Георгий Курецкий, я сотрудник факультета учительной математики и кибернетики. И давно уже, наверное, ну давно, с прошлого тысячелетия, читаю на факультете курсы по ленинг-систему спецэксперсурсной. Каковы эти курсы мы попробуем с вами сделать и сейчас. Работал я на факультете сначала в компьютерной скорой помощи, которая там тут базировалась, потом системным администратором довольно долго. Сейчас уже, значит, системный администратор ученики моих учеников. Я работаю, здесь половина инженера немножко, а основная моя работа в компании базальтиспо, которая раньше называлась Альфинус. Собственно, с чем и связано переключение тематик моих лекций, наших лекций с Unix вообще на Unix системы, в частности, на Unix системы более опосредованной и, в частности, с примерами на базе того, что делается в нашем сообществе и у нас в компании. В частности, вот на этом ноутбуке, вы увидите на следующей лекции, что он там показывает, стоит наш дистрибутив, кажется, это называется альтообразование. Они все примерно одинаковые, без особой разницы. Мы, кстати, про это поговорим в этом семействе, почему, собственно, особой разницы между дистрибутивами одной и той же версии нету никакой. Соответственно, было принято решение, мы довольно долго об этом обсуждали, все-таки запустить с номера линуксовую процентность линуксовских курсов. В идеале их должно быть четыре. Вот, грубо говоря, линукс снаружи, линукс изнутри, программирование под линукс и как вершина всего вот этого разработка пакета. Вот, это тоже довольно интересная тема, которая требует дополнительных знаний. Вот, почему, собственно, я говорю, все-таки решили запустить? Потому что вы могли сходить по ссылке и увидеть аналогичный курс одиннадцатого года. Шесть лет назад разговор про линукс систему на самом деле мало чем отличался от разговоров про традиционный юникс, в том виде, в котором он оформился еще там лет двадцать назад. Потому что, ну, фактически казалось всем, что вот эти вот идеи, которые были заложены для них системы, операционная система на базе ядра линукс, вот, довела до своего, так сказать, до какого-то логического развития. И, как бы, это просто такой, ну, юникс мастеров. Вот. С тех пор произошло как минимум три таких больших сдвига именно в этом плане, в плане того, что сама юникс идеология оказалась не настолько всем являющей, насколько это казалось там последние тридцать лет. Вот. Линукс, естественно, стал двигаться куда-то дальше за некоторые пределы того, что нам представлял саран из них. Ну, и сам рассказ про линукс представлялся мне довольно трудной задачей, потому что, собственно, про операционную систему я имею в виду на базе ядра линукс, потому что не так уж просто охватить вот это все, что мы имеем, когда перед нами оказывается компьютер, на котором уже все настроено работает. Некоторое время я страдал. У нас была попытка в прошлом году рассказать про дистрибутивы. Кто-то, кто был на спецкурсе, это может помнить. Вот. Об этом когда мы собрались, подумали и решили, что в первой семье, то есть введение, можно рассказывать не то, чтобы совсем без изменений, но, по крайней мере, мы не упремся вот в эту проблему, где там заканчиваются стройные понятные схемы и где начинаются путанные непонятные. Мы в эту проблему не упремся, потому что у нас задача гораздо более красная. Наша задача понять, как, в принципе, устроена операционная система на базе ядра линокс, потому что называется гнулинг-прейн, и вычесть из нее какие-то основные рычаги взаимодействия, рычаги управления, с которыми мы будем иметь дело, с которыми мы имеем дело, когда мы прямо включаем компьютер. Ну, то есть, грубо говоря, о чем стоит поговорить в одном семестре? Да, значит, прежде чем говорить о чем будет в этом семестре, доскажу немножко. Вот этот спецкурс, равно как и спецкурс по питону, который у нас происходит в пятницу, он проходит наоборот. Вот так, это так. В рамках такого вот клуба, не клуба, сообщества, не сообщества, которые относят вот такое название. Вот, у нас есть сайтик, на котором, собственно, все объявления и планы версий не будут укладываться для них и так далее. У нас тут активно состоялся ютубный каналчик, на котором будет вложено видео и яд питонской инкасты. Ну, в общем, есть некая инфраструктура поддержки вот этих наших мероприятий, а также некоторых других. Будут они, произойдут. И, соответственно, если какие-то будут, значит, какая-то информация появится, то появится, на первых, что он там. Так вот, значит, я, собственно, почему вспомнил, потому что я зашел на страничку с планом сегодняшней лекции, посмотрел в этот план и понял, что надо сначала обнародовать, где, собственно, этот план находится. Вот, там вы увидите, там будет лекция на ВМК и одна из этих, одна из, одна из, один из курсов, прямо так и называется, программное обеспечение, обеспечение, правильно слово обеспечение, программное обеспечение. Ну, линукс, вот, собственно, это и есть тот самый линукс снаружи. Мы с вами не будем говорить про всякие тонкие кишочки этой операционной системы, а будем говорить про то, как она устроена, зачем она так устроена и как ей пользоваться. Вот, собственно, правильно. А сколько лекция длится? Лекция длится полтора часа. Ну, не больше. Если я вдруг заговорюсь и через полтора часа буду говорить, то у меня останавливается. Значит, у меня была сначала идея вообще седьмую пару под это дело подверстать, но это оказалось слишком поздно, и мы решили попробовать подвинуть на полчаса назад. У нас получилось. Значит, о курсе, что нам нужно будет, о чем нам нужно будет в той или иной степени поговорить или поделать за этот семестр, если успеем, конечно. Если не успеем, то придется где-то купируем, но надеюсь, что смысл не потеряется. Первое. Нам все равно придется, да, значит, вот эти вот пункты, которые я сейчас расскажу, они идут не в технологичном порядке. Я еще вообще не знаю, как я буду упорядочивать то, что мы собираемся, о чем мы собираемся говорить, потому что, ну, вы сейчас увидите, оно без другого как-то не существует, значит, что-то надо сказать раньше, что-то позже. Сейчас это тематический план, то есть план того, о чем, в принципе, мы будем говорить. Во-первых, конечно же, нам надо говорить о операционной системе на базе людей, как о таковой. Надо понять, как оно устроено, чтобы мы не представляли себе взаимодействие с компьютером, как нажимание на кнопочки со всякими надписями. Тем более, что именно кнопочки с надписями не имеют никакого отношения, собственно, к гнульным суперационной системе. Они могут быть какие угодно, их может быть даже вообще не быть. То есть кнопочка не является инвариантом для гнульницы совсем. Ни сама кнопочка, ни то, что она потом будет делать. Это все достаточно седневекорично. Поэтому знакомство с операционной системой какого-то будет в какой-то момент она у вас начнется. Ну, о чем там поговорить, да? Как уж, фаллосистема, то, что видят пользователи, когда работают с ней, почему она так устроена, процессы права доступа, ну и что-нибудь в этом духе. Вот. Дальше. Да, значит, вот разговор о линусе как операционной системе, это как раз достаточно невариантный разговор. Какой бы линус вам руки не попал, как бы ни был настроен, по большей части то, о чем мы будем говорить, будет всегда одинаково. Какие там как будут предназначены для того, чтобы поселить вас в некоторую ульницу в том, что вы делаете как надо, вы знаете, с чем не идете? Только что посмотрел пункт планка и забыл уже. Да, конечно. Еще один вариант, который почти наверняка, так или иначе, вам вернется подругу и с которым вам придется иметь дело, когда вы имеете дело с любой ульник с подобной системой или линус в частности, это командная строка. Почти наверняка попытка найти ответ на ваш вопрос, как мне в моем таком-то линусе, не знаю какого, сделать что-то. Если вы спросите это в публике, наверняка найдутся люди, которые вам с охоты ответят, вот открываешь терминал, в семинаре набираешь какие-то команды, и они тебе все сделают. В отличие от, скажем так, в отличие от операционных систем, функционирование которых очень сильно завязано на конкретной системе, интерфейс, в случае ринокса у нас скорее управление и взаимодействие системой завязано не на интерфейс, или точнее не на то, чтобы он привыкли понимать в основном интерфейсе. Потому что интерфейс не столь же взаимодействие между человеком и машиной, оно может быть реализовано совершенно по разу. Так вот, в линоксе взаимодействие между человеком и машиной в универсальной форме, которая работает всегда и везде одинаково, завязана на интерфейс командной странице. То есть, на самом деле, если вы хотите управлять операционной системой или как-то с ней взаимодействовать именно с системой, не запускать какое-то одно приложение 2, 3, 4, 5, 10, а работать с операционной системой, то вам так или иначе придется работать с командной строкой. Потому что именно командная строка это то, в чем управление системой. Мы поговорим про то, что это такое, мы немножко поговорим про то, какие вообще бывают команды. Это отдельная совершенно смешная тема. Иногда пишет в техническом подне, что я сам разберусь, но не только список команд, пришлите. Вот, некоторые смеются, кто знает. Значит, помимо того, что не существует такой, что читать с команды Linux, если взять, допустим, ну прямо сейчас, то мы их насчитаем несколько тысяч. Ну вот, насколько человек сам разберется, если мог прислать несколько тысяч, совершенно ничего не знаю, что для него было. А мы будем с этим разбираться с какой-то другой стороны, чтобы нам было понятно, зачем оно такое, и как это, в принципе, может быть устроено. Добрый день. Дальше. Это такая базовая вещь, да, значит, где-то мы заткнемся вот в разговоре вот этого, где-то на одном уровне написания сценарий. Потому что, конечно, очень веселый должен получить язык программирования, поучиться писать сценарий, вообще попробовать пощупать руками все вот это, но если мы такой степени подробности будем заниматься. Это, собственно, то, что делалось, ну скажем, 20 лет назад на подобных лекциях, посвященных Linux системам. То, что я делал, не знаю, в 99-м году. Но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что если вы используете Linux-машинку как инструмент для запуска десятка приложений плюс инструмент для разработки плюс еще что-нибудь, то вот с этим вы будете встречаться довольно нечасто. И знание нужно иметь общего плана, несколько больше, чем вот только вот это. Поэтому мы продолжим. Естественное следствие того, что командная строка предназначена только именно для взаимодействия с операционной системой, а для взаимодействия с прикладными какими-то возможностями, предназначена графическая оболочка, мы немножко поизучаем эту графическую оболочку. В первую очередь для того, чтобы понять, что графическая оболочка как таковая, в том виде, в котором мы в первый раз в жизни увидели, не имеет самостоятельной ценности. Что они бывают очень разные. Что то, что там, то, с чего они состоят, это все такой набор, это такой вот винегрец, возможно, неплохо приготовленный, но именно что это все вторично по отношению к собственной операционной системе и ставить. Есть много разных способов представления рабочего стола в графическом виде, что, собственно, хорошо, потому что вам можно выбрать тот, которому больше нравится. С одной стороны, с другой стороны, это отчасти не очень хорошо, потому что изучать это пристально смысла особо не имеет. Тем не менее, мы попробуем, напишу графическая оболочка, мы попробуем во всем этом многообразии вычернить тоже какие-то свои варианты. То есть, если вы работаете, условно говоря, с дестопным вариантом, и у вас уже какая-то дестоп установлен, что в дестопе всегда будет, как понять связь этого дела с системой, ну, короче говоря, как не теряться, видя все вот это. Опять-таки тема такая, немножко предназначная, ну, скажем, какие-нибудь, когда Windows были все одинаковые и не блистали вот этим вот всем страшным, пользователям нужно было очень долго объяснять, что вот не обязательно в левом нижнем углу должна быть кнопочка «пуст». Вот. А теперь вроде как все уже стало довольно расслойчиво и может быть не так страшно, но тем не менее, да? С одной стороны, графическая оболочка – это вещь необязательная, с другой стороны, было бы неплохо, чтобы мы умели ей пользоваться грамотой. Вот. И не одной. И умели выбирать среди них ту, которая нам больше нравится. Такие вот дела. Ну, и в частности, в частности, с чего стоит понятие рабочий стол, вот как вообще все это устроено, и чтобы опять-таки не было. Дело в том, что я тут довольно давно уже с неудовольствием заметил, что люди, которые пользуются такими фиксированными графическими оболочками, вроде того, что накручены вокруг Mac OSI или того, что устроено Windows, они себе слабо представляют, как на самом деле это «а» отражается на файловой системе, то есть, где на самом деле лежат файлы. Вот мы берем диск, да? У нас хламы запускается файл-менеджер, и этот файл-менеджер показывает какие-то волшебные папочки, которые на самом деле лежат черти где. Вот по файловой системе. Вот. Или, допустим, до такого исключения заблуждения люди путают окной процесс. Закрыли окон, значит, процесс умер. То есть, какой, собственно, стать? Ну вот, потому что, все равно, потому что других способов нормального наблюдения доступно пользователям. Их не было, да? В окно не видно, значит, процесс умер. Вот. А если вам при этом есть, то это какой-то страшный блюд. Ну вот, например. Ну вот. В общем, с этим надо разобраться. Вот. Дальше. Немножко разобраться с... Вот немножко пойти дальше и поговорить про то, как свой компьютер, ну скажем так, не то чтобы прямо администрирует, но тем не менее. Настраивать, устанавливать дополнительное программное обеспечение, прошу прощения, диагностировать. Короче говоря, как самому быть себе немножко администратором. Ну, чтобы не происходило так, что я чего-то нажал, у меня все зависло, вот, помогите мне, пожалуйста. Ну, вот без этого, чтобы, да? За счет... То есть у меня тут написано администрирование. И здесь же, например, мы немножко знали о том, какие службы, какие процессы работают в системе одновременно и как вы их используете. Напишу вопросы администрирования, системные вопросы. Вопросы системного администрирования. Вот. Значит, вот, на этом тематически закончится часть техническая и начинается часть, так скажем, информационно-познавательная, которая на самом деле, я постараюсь показать это, на самом деле играет довольно важную роль. То есть не понимая того, зачем вообще все это, очень трудно понять, почему оно такое и как оно такое строит. В первую очередь это, конечно, относится к поиску информации и решению задачи. Информационная подсистема, информационная подсистема и вообще, как сказать, методика решения задач ваших пользователей. Решение пользователей задач. Решение пользователей задач. Задача. это такое довольно важное наследие вот еще юник систем в которых было полное документирование всех инструментами ну вот когда-то на заре туманной юности когда компьютеры были большими программа маленькие было возможно написать всю документацию ко всем программам которые бы там в течение довольно продолжительного времени оставался кто сейчас поэтому есть такое плавное размытие вот достаточно фиксированной документации которая описывает более или менее личные какие-то каких-то ресурсов в интернете где можно выйти и спаси какие-то вещи по которым документация тем не менее это очень важная часть без понимания которой довольно трудно заставить работать с этим самым вашим линуксом потому что если непонятно если непонятно документации спросил людей почему-то документации написано так вот ситуация когда у человека что-то не получилось и он сидит и медитирует глядя на самом деле тем более что тем более что инфраструкционная система по некоторым базовым вещам она достаточно хорошо расставлен и с ней достаточно удобно взаимодействовать вот как говорится очень важная тема на самом деле я подумал перенести ее в начало но может быть в начале будет не так понятно почему так важно и это вопросы открытой разработки свободной лицензии сейчас скажу почему это так важно это важно по двум как минимум потом скорее даже по трем причин причины первых я постараюсь сегодня если вы сказали про то как открыт или закрыт влияет на то как будет может быть устроено лицензирование такой программ и это в свою очередь влияет на то как вообще будет устроено сообщество вокруг такой и в силу некоторых причин исторических сообщества способ разработки и вообще бытование программы свободной программы программы распространить по свободной лицензии резко очень сильно отличается от таковых для программы для правил обеспечения которые разрабатываются закрытым образом соответственно поскольку весь динус от начала до конца и стоит таким образом что он ориентирован на свободный порт это не могло отразиться мелодия традиции в его архитектуре не будет способом взаимодействия что без понимания того какие бонусы нам дает свободное лицензирование открыто разработки и какие при этом задачи сваливаются на нас вместо того чтобы свалить их обратно на разработчика вот потому что мы и есть разработки довольно сложно совсем это первая причина а вторая причина вот какая собственно это переход к следующей теме тема это звучит так пакеты дистрибутивы хранящий дистрибутив или репозиторий как как лучше писать русское слово репозиторий или русское слово хранилище слово репозиторий не всем известно какой-то хранилище воспринимается как какой-то как какой-то склад до слова репозиторий само следующее русское слово тоже будет дистрибутив смотрите объясняю на пальцем состав бутиллу скажем это образование входят там порядка десяти тысяч программных продуктов по свободной лицензии внимание десяти тысяч хорошо не отдельных программных продуктов в ней так не полпродуктов так называемых пакетов но тем не менее каждый из этих пакетов разрабатывается отдельно ну или скажем так не обязательно совместно с другим имеет каких-то людей которые заинтересованы в его развитии каких-то людей то есть позволяет делать не распространять программу дальше позволяет его использовать безо всяких ограничений надо не так сначала сначала использовать распространять изучать исходный код вносить изменения что все эти программы свободно лицензированные делают возможность взять и собрать операционную систему из совершенно разрозненных изначально программных продуктов в количестве там нескольких тысяч штук вот в 90-е годы я сотрудничал с управлением которые сейчас называются управлением по моему экономических преступлений я правда там совершенно другую тему делал я писал экспертизу относительно вирусов и вредоносных программ вот утверждая что например моя заслуга я убедил один раз людей что компилятор не является вредоносных программ хотя под определение вредоносных программ попали ну потому что это инструмент для создания вредоносных программ можно ну да я вынулась головы шахта вот раз а там вредоносная программа вбить вбить по я тебя все что любая программа навязывая выяснить будет вредоносных вот такой вот такой модно было все программы для windows такой целый сидюк это сейчас каждую программу для windows занимает десятки гигабайт а тогда на такой диск влезала и порядка двухсоте вот они пытались оценить сколько будет если это все угли вот и поняли что нельзя преследовать русский народ за то что они это покупаются за 100 рублей один силен потому что столько денег нет ни у кого сразу вот то есть вообще говоря такое понятие как сборная программное обеспечение количество 10 тысяч штук да еще не просто сборник а отлаживаемые такое что любой кому хочется может взять там что-то поправить чтобы улучшить ее и любой кому хочется может составить из этого комплект и распространять его назвать его дистрибутивом компании базальт используете счет это возможно только потому что лицензирный слов иначе это будет самый настоящий пиратский там как они сейчас как зверь и его вспомнила вот вы понимаете да сколько это стоит вот и в общем насколько это все вот на свободно лицензирный делать не просто бегает делать единственным возможным процесс по-другому этот бизнес не живет я в этом чуть-чуть попробую говорить прям силы вот еще два замечания по поводу ближайшем функции и вот говорили обещанными сегодня история значит планируется я надеюсь что мы успеем понимать такая штука консталл фест приносим свои машинки станем туда нет реально какие-то не планируется вот мы подумаем об этом можно кисанин пасть вот значит по поводу стол феста мы еще подумаем это сам конце планируется и еще вот это вот довольно тонкий момент я пока не делаю как для питона делать домашние задания задавать и проверять я знаю вот а когда делать домашние задания и проверять их выбрать она не буду и упражнение по вот этому курсу я пока себе не очень представляю но на сегодня домашнее задание точно будет его прямо сейчас запишу домашнее задание стоит в том чтобы куда-нибудь установить какой-нибудь линук или получить нему дождь проще виртуалочка конечно ставите в полу остались куда что-нибудь но если у вас есть сомнения какой там сейчас я посмотрю какой именно я конечно конечно за дистрибутивы линейки базальт ну смысле аль потому что я по ним могу квалифицированную вам консультацию дать вас более квалифицированную скажем так сейчас я посмотрю в каком состоянии вот это дура ну окей давайте тогда я не буду прямо сейчас поскольку вот конкретно эту домашнюю заготовкой не сделал не буду прямо сейчас давать рекомендации на сайте вот в планчике лекции внизу какой дистрибутив рекомендуется просто это не потому что я вы прям вот жестко вам рекомендую потому что если у вас нету никаких людей с чего начать начните потому что это будет какой-то из нашей дистрибутив 8 платформы возможно симпли вот вот домашнее задание значит установить вот собственно все про примерный тематический план коса если есть вопросы давайте прямо сейчас ослан мы забыли говорила надо чтобы вы сказали я сочник конспективы все происходящее так основные конспектируют а потом конспектируют в частности посмотрите значит мне бы очень хотелось иметь как можно более полный конспект того что я здесь говорю не дни не потому что я длится число и скорее наоборот вот если вы видели как выглядит расшифровки раций того что вы сами говорили то первые несколько лет очень сложно вот неужели я вот все это говорим такое но с другой стороны это будет достаточно хорошим подспорьем для того чтобы пытаться из этого сделать если и когда этому и потом читать особенно стороны короче конспект и лекции я очень хочу вот пологу желательно в общем если это будет прямо на пользу запись иногда так случается что люди умеют стенографировать в онлайне вот этот бред который внесу отлично вот то что нужно если найдет человек который потом перейдет на русский будет совсем шикарно вы даже короче вот у нас есть аслан шагов отвечающий за форку и публикации конспект лекции вот обещаю как в случае питончика за хорошие конспекты либо плюс балл на экзамене если они будут просто хорошие либо прям пятерка на экзамене если они будут ну вот если будут ну если они будут реально подряд окей значит тогда мы переходим ко второй части морализован ского балета а именно немножко 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 чтобы во первых вы еще чуть привыкали к тому что все выражались а вот так чтобы мы понимали вообще с чем мы имеем дело почему она так вот я не зря сегодня упоминал не зря сегодня упоминал системы как прямой сейчас я сейчас немножко поговорю вот в каком-то смысле если отслеживать такую вот эстафету поколений если говорить о последовательной развитием техники и собственно операционных систем с ней связан то вот эта цепочка останется чуть ли не единственная то есть вот с древнейших времен появление юниксов разных появление разных гнезд все остальные скажем так ветви или линейки операционных систем они выглядят такими либо прерывистыми либо ниоткуда возникающими никуда исчезающими либо значит совершенно различными программными продуктами под одним и тем же именем вот как было в случае вопросов был один вопрос потом другой вопрос принципе а потом 3 вообще сделаны на ядре привезли и ничего а потом и четвертый ранее вернее проничь был нулевой для то что называлось то что на мак один ну короче говоря да интересно как раз оставить это поколение что с довольно давно если вы думаете компьютер это такое ну вот относительно недавние изобретения которые там будут примерно тогда же когда многие здесь присутствующих разделись из как средства волны и произвольный программ 1 хотя бы проект того что выполнять производим программу кому принадлежит никто не помню да совершенно без совершенствует еще вырежет был когда прошлом позаброшен столице у него уже была машина которая не построил то что построил был только суматор которая могла выполнять произвольную программу причем говорят что его приятельница ажа была бы она собственно изогреваться например забрел отбивную решетку на старовую которая отталкивает забрешь на коров на вот и и это тоже но ничего не вышло потому что технологии тогда были только естественности банковые в общем не получилось до сих пор пока не изобрели лампы компьютеры так и не стали компьютерами так вот только с изобретением ламп а также сначала второй мировой войны когда было много всего считать вот такой массивной обработки данных чтобы надо было изобрести компьютеры изобрели первых как были спец вычислитель вот после войны до не забылила лампы достигли необходимой степени надежности да логично лампы изобрели так примерно так так далее в конце да 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 девятнадцатого нужно 20 да вот сюда они просто да 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 они 20 часов да да вот мы учились об этом там заполняют это все вот значит это мог бы с ним это все и все эти техники дело относятся только потому что как только как выпуск компьютеров выпуск компьютеров стал делом массовым возникла некоторая пропасть между понятием компьютер и понятием пользователь компьютера возникла необходимость не просто выдавать человеку там вот помните понедельник начинается в субботу там что делают что делают великие магистры они изучают систему команд алдана алдана 60 вот там 13 команды какая-то странно давайте поизучаем вот это то что мы сделали во втором семестре на языке оценка вот как только выпуск компьютеров стал массовым вот расстояние между пользователем компьютера и собственно начинкой генера стало сильно увеличенным а способов использования компьютера стало количество этих способов использования стало дорастать когда они считали одну и ту же форму там не знаю датный бум да это числитель и кнопку нажимаешь формулу получаешь тогда проблем не было а когда выяснилось что с помощью компьютера можно делать много разного обрабатывать по-разному разные данные писать для этого своих программах возникла необходимость какая-то какой-то систематизации вот этих способов использования чтобы пользователь получая на компьютер знал вообще как с помощью него нужно там на битерс формативки распечатывать документы вот эта систематизация стала называться оперейтинг систем да понятие оперейтинг систем вообще говоря означает она довольно глупо перейдена на русский язык как операционной системы это скорее систематизация того как можно работать с компьютером значит довольно быстро в бумаг кстати почему-то варенищик ну потому что наверное обычно больше денег возникла идея такой универсальной операционной системы которая бы аккумулировала в себе все возможные на те пары способы использования компьютера вот все возможные его скажем так классов в общем все сразу назывался на мультикс делали очень долго по моему у нее было целых два внедрения результате и наша история собственно начинается когда два товарища которые работали каким-то кусочком проекта этого самого мультикса кажется как раз над подсистемой документации одного звали Кент Тобсоном, другой Денис Ричи вот в общем все это надоело им довольно ну как в какой-то момент вот эта работа и они получили в своем настроении бесхозную машину ПТП-10 на которой могли оттопыриваться тем более что а не 7? с ПТП-7 да, не 10, еще 7 на ПТП-10 они уже собственно настоящий людьми сделали вот ПТП-7 на которой могли оттопыриваться один из них как раз выдумал свой язык программирования вот это был кто? это был Денис Ричи а другой из них как-то все был Кент, а Денис Момонал, Мемоминал? ну Денис был более грамотным но Денис был более грамотным вот Акен, да Акен, да Акен, да Акен, да, Акен был защит был мудреннестерный вот ну ты не шила ну так вот Акен еще хотелось одновременно значит не только запускать эту дурацкую программу форматирования но еще и параллельно играть в написанную игруху которая называлась Super Star Trek правда на воспоминаниях в мемарах слово Super Star Trek пришлось заменить на слово Super Star Trek потому что на два слова Star Trek есть копирайт поэтому если вы будете читать мемуары о том как разрабатывался Unix вы увидите что там Star Trek или Space Travel, пардон там оба слова заменены вот ну это не важно короче говоря ребятам возникла необратимость сделать что ну что такое форматирование документов это большая именная задача она читает с диска вылет и записывает на день в другом формате или там на принтер вывод в это время можно вполне пока оно вводит и выводит можно вполне запустить какую-нибудь задачу которая ничего не делает но только там время от времени с пользователем обменивается текстами сообщений нас доделал необходимость сделать разделение времени между задачами это было первое собственно что было реализовано потом значит люди пришла в голову счастливая идея сделать такую оболочку из которой можно будет запускать разные задачи запустил одну задачу запустил другую значит посмотрел все оболочку потом к этому добавились еще какие-то полезные программы ну не знаю работа с файлами когда-нибудь вот прикидывание с каталогов работа с файловой системы понять файловой системы в виде дерева ну и пошло-поехало вот значит к шестьдесят девятому году у них уже была рабочая группа которая занималась в лице собственной Кены и Денниса и приконтированных к ним еще не помню кого вот который занимался разработкой всего вот этого сразу да в семьдесят первом что ли году дай бог памяти дай мне компьютер памяти в семьдесят первом что ли году к ним а вот тогда то они перешли на PDP11 то есть у них уже была нормальная на те поры очень крутая машина вот в семьдесят втором году пришел великий и ужасный Брайан Кернигер известный популяризатор на компьютерной технологии сказал что вы делаете вот ты написал свой волшебный язык программирования который назывался тогда Б Зачем вы пишете операционную систему на ассаме она вас будет работать только на вот этом PDP сколько вы мучились переводя с PDP10 на PDP11 хотя казалось перепишите ее на вот этот язык программирования только поправьте там кое-чего то он слишком такой низкоуровневый что-то там было такое волшебное сейчас не вспомню там тоже было все очень сложно потому что чуть ли не представление ну ладно не важно не будем углубляться в историю запретения Си короче короче Денис поправил что-то в этом языке получился язык который стал называться вот так в этом языке который называется вот так в семь втором году было переписано переписано операционной системой и тут все как-то пошло само собой вот потому что где-нибудь году уже так к семьдесят четвертому пошли продажи операционной системы Unix году в семьдесят седьмом уже появилась порт этой операционной системы принципиально энергетиктуры целых две штуки вот на интердата 32 и еще внутрь виртуальной машины в этих самых вобернских мейнфреймах ВОЗ-3070 нет ВМ-3070 ну да это есть ВОЗ-3070 вот в том же семьдесят седьмом году точнее в семьдесят шестом году Денис внезапно отъехал полгода в Беркли чем он там занимался не знаю но кончилось это все тем что когда он оттуда уехал в Беркли начали свой собственный взвод x-подобной системы которая называется безд до сих пор и принципиально ее отличие от всех остальных было достаточно аккуратно и достаточно аккуратно но все-таки какое-то отношение к политике лицензивной свободы о чем я чуть-чуть сейчас прямо и поговорим потому что то к концу к концу 70-х годов выяснилось что вот такая вот разработка чего-то написано для себя достаточно успешно хорошо внедряется за это можно брать деньги очень гибкая в плане того какие задачи с помощью можно решать к этому рабочую группу которая работала над юнисом был лапс они пришли была система мультикс давно брайан терминга нет не брайан терминга предыдущих начальник лаборатории с присутствует ему сарказмом значит вместо слова мультикс придумал слово юниц вот ну мультикс юнис да вы понимаете и в общем к концу к концу 70-х вот то что мы привыкли называть серверным парк серверным парком да то есть компьютеры которые выполняли роль собственно на но все это работало как раз под разным видом юнексов которые расплодились по всем местам ну не все не все ну скажем так это оказалось самое популярное особенно если понимать на малых машинах что на малых машинах на малых машинах на больших машинах как делали там эту машину пять лет строили пять лет для нее программ так это и просуществовал до конца восьмидесят даже до девяносто вот значит и вот восьмидесятые годы возникла такая штука которая имеет к нам в общем уже непосредственное отношение а именно возник явный конфликт между способом разработки и необходимость это все как бы скажите между открытым способом разработки как тогда вообще программировать программисты были такие ученые кудесники в белых халатах понимаете они значит вот собирались на своей конференции обменились ленточками вот я написал программу мы тут написали целую операционную систему вот она на ленточке передавали значит другому эти значит ее там ставили что-то через полгода они собирались на другую конференцию вот тут дописали значит у тебя программа не умела выводить на наш принтер волшеб а теперь у нас умеет все стало круче то есть единственное что их интересовало он как настоящих ученых пальмы первенства значит кто вообще первый придумал там не знаю такой формат все остальное делать именно так такое сообщество людей научного склада которые друг другу помогают в этой самой ночной работе вот к тому моменту когда вот это все стало технологией произошло такое ну вот отщепление к началу к началу восьмидесятых прошло такое отщепление класса таких вот интеллектуалов которые назывались хакеры потому что вот общее название хакерство то есть это уже не совсем ученый в том смысле что ему не надо знать про все хотя вообще считается что классический хакер как раз должен знать вообще про все если читать энциклопедию хакер там отсылки к очень разным культурам вот но в первую очередь он углубленный в компьютер в программировании и так дальше и вот эта вот идея что как бы код это всего лишь такое поле где работает все хакерство работает вместе а она вполне себе ботовыла и это вошло в резкий конфликт с идеей что вообще говоря программу включения можно устанавливать задение продавать и все это вот вот так тогда же собственно возник пример нет попозже чуть-чуть персональных компьютеров предназначенных уже для людей которые точно не очень хорошо разбираются в том как программе и соответственно продавать программу и сам двух миллион почему не надо что-то бесплатно когда можно продать здесь я оставляю всю эту историю с Биллом Гейтсом и его волшебным письмом о том как можно делать деньги из воздуха вот я сейчас мне сейчас больше интересует противоречие между открытым способом разомотки и закрытым способом мастерской стране вот собственно вот это вот конфликт он выразился в двух таких апопальных событиях первое называется это даже не события целые эпопеи она называется Unix Wars суть там такова что к тому моменту когда вышла действительно свободная система вернее уже там не первая как сейчас помню версии 44 этой самой везде внезапно люди которые платили зарплату программистам и заботились тем что вот тот код который они написали в рабочее время вообще принадлежит не программистам а работодателю кстати сказать по российским законам сейчас это не так слава богу то есть работодателю принадлежат не исключительные права может этот код распространять дальше остается у программистов право на имя право на имя вообще не отражено а тогда было так ты работаешь на зарплату значит тот код который пишет предложит работа особенно если ты подписал соответствующее заявление и выяснилось что в свободной распространяемой и лицензируемой под свободной лицензией ну тогда его понять еще нормально но свободно раздаваемой операционной системе есть такого кода изряд вот и началось значит какие-то преследования ну-ка уберите значит не используйте и это там была анализация сети какая-то такая не свободная не помню от полу прикочеваться вот потом что у коммерческих вариантов юнексы которые значит используются для продажи и которые в результате поскольку не тогда по-другому коммерцию делать не умели были огорожены запретительными лицензии тоже все очень в непорядке то у кого какие куски код кому не приняли короче говоря ну в общем всем было тяжело а вторая да кстати сказать и это повлекло за собой не смотрите так печально это был человек который спрашивал длится ли лекция час вот он через час ушел что делать вот это все за собой повлекло еще одно важное событие люди стали вообще задумываться о том как правильно лицензировать плоды своего труда возник конфликт либо мы устраиваем продолжаем работать как работали раньше большим сообществом с открытым распространением исходных кодов вот и тем самым теряем возможность скажем так с точки зрения продажников точно теряем возможность получить получить монетизировать распространение экземпляров наших программных продуктов ну потому что если мы распространим исходный код то любой вас скомпилировать и забесплатно получить либо мы вынуждены ограничивать наш процесс разработки только узким кругом и пытаться узким кругом сколько мы можем найти вот таким кругом мы ограничиваем и пытаемся делать вот этим узким сообществом как что простите погромче пожалуйста ну о чем разговор был интересно потом потом ладно значит еще раз повторяю да эта проблема даже не в том кто на чем зарабатывает эта проблема в том на кого мы опираемся при разработке на сообщество или настав так вот наиболее такой радикальной картиной было такой известный в те поры до сих пор известный хакер ричард стоман который работал тогда над реализацией языка и даже по моему на диспмашину не помню и в какой-то момент написано что фичкод который он написал принадлежит ли работодателю нужны центру в рабочее время вот стоман крепко задумался о том как бы сделать так чтобы заранее заранее предупредить всех что тот код который он написал принадлежит ему или по крайней мере не может быть у него отозван что важнее и выдумал выдумал свободную лицензию о которой мы будем говорить отдельно в ближайшее время вопрос именно в том что именно в 80-е годы стал чём вопрос о том какой лицензии выпускается срок и довольно много и в частности весь проект везде это дело на вооружении принято вот дальше там некое путанное место связанное с тем что свободная лицензия будет просто свободная бывает с так называемым как я говорю отдельно вот когда мы будем говорить про ликозитории пакеты все остальное ну потому что сейчас вот сейчас разговор про историю вот в частности он выдумал этот самый пример и одна из популярных свободных лицензий она не из четырех пунктов свобода использования свобода распространения свобода изучения внесения изменений 4 пунктов свободного а из пяти последний пятый говорит о том что надо что если вы распространяете измененную версию то лицензия на нее должна быть не хуже чем вот эти пять пунктов то есть включать в себя эти пять пунктов он не может быть не свободным больше ну так вот кстати сказать вот это вот то что я изложил примерно соответствует лицензии так вот введение позволило вести уже довольно приличный бизнес на базе свободного потому что в этом случае те преимущества которые мы имеем работая с целым сообществом и беря в качестве предмета нашей работы другой свободный по которой написали не мы которая пришла по свободе лицензии не теряется потому что выпуская свой продукт вкладывая в него вопрос вокруг мы обязуем любого человека который этот продукт хочет использовать дорабатывать или делать что-то дальше с ним все свои изменения распространить под той же же мы мы вынуждали играть по своему правилу так вот это где-то смолный стол где-то в начале 80-х над этим задумался вот а в конце 80-х начале 90-х компьютерная техника и вообще обучение компьютерному делу стало настолько популярным где-то в конце 80-х еще написал свой миникс эталонную операционную систему вот на этом миниксе стали учить людей у него очень странная лицензия учить ее было нельзя использовать можно учить ее можно использовать ее нельзя вот ну да в частности один из людей который выучился на рефиксе был минус номер вот которому это все ужасно понравилось и он даже ему не понравилось файлой системы изменить терминал не понравился а наоборот файлой системы он использовал не понравился ему терминал журацкий вот он решил прописать педсистему пассивного вывода в этом самом деле вот собственно интерфейс командной строки вот сам интерфейс да не программа а сам интерфейс как чтобы сигнал там можно было передавать по-человечески вот это все ну слово за слово переписал терминал переписал там планировщик вот еще что-то переписал последнее что осталось была система вот вот такая тема как работать с диском вот это все вот ну и опыт в конце концов переписал расширил там какими-то своими дополнениями в результате хобана получилась девяносто первом году ядро для операционной системы то есть та программная часть которая обеспечивает на уровне собственно процессора унификацию распределение и учет ресурсов компьютера вот ядро для операционной системы которое можно было использовать да распространяемой между прочим под свободной лицензией под копиренцией который можно было использовать своих целях при этом надо сказать что сам стоман вот тот самый который забрал свободу лицензию он еще там среди 80-х мечтал о свободной операционной системе даже замутил свою собственную свободную операционную систему которая называется гнуху вот темпы развития этого самого гнуху это будет совершенно печальный вот что хорошо они до сих пор совершенно совершенно печальный поскольку он как сказать рос очень медленно то и помирать не собирается нет они вполне снимут вот как там уходит там раз в пять лет какие-то раз в год какие-то значит небольшие изменения вот они и выходят короче говоря ничего у них операционной системы не получалось ну потому что хакеры все таки это хакеры у них как бы они ориентируют больше на внутри себя а может быть непонятно не буду брать но с появлением ядра все это внезапно зашевелилось потому что к этому моменту были уже готовы базовые где здесь базовые утилиты для того чтобы выполнять всю вот костяк операционной системы был уже готов в проекте вот базовые утилиты для того чтобы выполнять всевозможные операции с файлами с процессами подойдем все кое-какие приложения довольно большое количество программ для работы с текстами и плюс тут свободное ядро как это изначально короче говоря уже в девяносто в том в девяносто первом году длился публиковал ядро по моему 099 вот там в группе своей а уже в девяносто в том году стали делать так называемые дистрибутивы дистрибутивы вот не знал про это и патрик наш сейчас его точно фамилию скажу фолькертинг да вот мало того вообще он тоже занимался каким-то листом ну и можно было не просто лист нужно было писать программу на этом лист а для этого нужно было запускать на чем а поскольку его задача не на одной машине а на целом десятки машин класс он что ли взял или еще что-то короче говоря все это вырос в дипломную работу взял на скорую работу взял какой-то из этих недодистрибутивов прилятал туда какую-то программу установщик еще чего-то чтобы можно было устроить на десяти компьютерах вот и защитился значит отчитался пред своим научным руководителем мой лист работает все хорошо защитил свою диплом вот его друзья уговорили выложить это в свободный доступ через год Патрик обнаружил что у его поделия значит сотни пользователей и они говорят слушай тут уже вышли новые интелиты новый лист вышел ты вообще что там мышей так образовался самый старый из ныне живущих дистрибутивов под названием до сих пор существует управляется одним человеком Патрик Ак The Man Фокерде он не очень хотел но теперь уже наверное будет дистрибутив это о вывернулись классно дистрибутив повторяю это что-то из чего можно сделать операционную систему или что само продуцирует операционную систему на вашем компьютере и это не то же самое что просто набор программ каких-то мы об этом тоже постараемся поговорить что не просто набор это согласован вот короче говоря после того после того после того получил так немалую роль в этом сыграла конечно же информационная связь понимается да если бы не было интернета если бы эти люди до сих пор общались с помощью ленточки для магнитных магнитных магнитофонов раз в полгода то развитие программ там бы происходило одно изменение раз в полгода но в 90-е годы уже широкими шагами интернет шагал по планете вот и открытая разработка получила очень мощный подпиток теперь не нужно было никуда ездить вообще ничего не нужно было можно было сидеть на боке нажимать кнопочку и скачивать нужные исходные тексты с того откуда надо а когда ты их улучшил закачивать их обратно работать сообща начали бурно развиваться технологии совместной совместной разработки начали совершенствоваться вот эти самые дистрибутивы появилось их довольно много в том же в 93-м году зародился на год на год позже зародились редхата немецкий такой немецкая западноевропейский дистрибутив и надо сказать что вот эти два последних редхата они были не просто так это было не просто там какой-то инициатива комьюнс это был сам изначально зачесанный на бизнес софтварной компанией использующий для своего профита вот где-то просто цветет и папа на всю вселенную вот то есть уже тогда стало очевидно что есть достаточно эффективный метод и его с тем или иным успехом проводили довольно долго примерно лет десять держались компании которые делали национальные национальные версии Linux то есть переводили его там вставляли туда вставляли туда какие-то специфические для данной страны особенности да потому что добиться от Microsoft это было очень тяжело и там от кого еще кто так кто так кто упустил Apple next какой-нибудь их было в количестве но большие компании они интересуют только тот рынок который они уже завоевают и так в планах какое-то наступление на соседние а когда нужно здесь сейчас что-то сделать ничего лучше нет вот мы переводили Linux на татарский а чего ну там нужно было значит людям из этого самого в Татарстане там было два анекдота связанных с переводом на татарский первый анекдот был такой мы говорим ну вот он перевод он называется RU ТТ или ТТ РУ ТТ нет никого нет Дома РУ ТТ там у них слушайте нет нет мы же татарстан у нас республика пишите Butler язык слева язык язык код есть вот, все правильно, спасибо ну вот, они говорят, нет, есть, есть, здесь вот, ТТ и даже некоторое время они, значит, ругами справляли это на ТТ и некоторое время оно просвещало вот так действительно, мы посмотрели, как у одной стороны ТТ есть это не да, да та бага вот, но потом все-таки выяснили, да а второе, что проблема состояла в том, что они перевели на татарский язык в том числе компьютерную терминологию вот и потом местные, местные очень-очень-очень-очень ругались, они говорили так вот, слушайте, вы нам сразу скажите, как на русский переключить потому что у нас есть две категории служителей, служащих одни знают по-татарски, а другие умеют работать на компьютере ну, потому что ему представить себе, да, вот как бы, ну, ну, для стран бывшего Советского Союза русский это такой универсальный язык а, соответственно, все эти локальные языки, да, местные они, в общем, в основном для поддержания традиций нужны для того, чтобы, ну, нация чувствовала самоопределение а компьютерная терминология это такая отдельная тема а в составе России, тем более ну, в общем, будут такими значит, да, переводимые задачки понятное дело, что это, в общем, усилиями какого-то количества переводчиков и какого-то количества программистов, которые все это дело будут делать с учетом того, что весь срок свободен это вполне постижимая решаемая задача вот долгое время существовали Linux в таком виде вернее, вот бизнес делался на конкретной локализации в нашей стране в силу разных высококолитических причин до сих пор существуют такие компании которые, значит, делают российские Linux я работаю давно из таких компаний вот значит и не только в нашей, кстати, стране ну, вот у нас там вот ну, а дальше там по всяк значит чтобы закончить эту тему про Linux да, значит вы понимаете, да что словом Linux называется ядро операционной системы дистрибутив он дистрибутив как правило пишется либо дистрибутив на основе ядра Linux либо GNU slash Linux почему GNU slash Linux потому что изначально вот в те самые 90-е годы Linux было ядро но основная начинка операционной системы из которой изготавливается операционная система поставлялась сообщественным гномомом в главе с тем самым Ричардом Столбом вот и в общем долгое время словосочетание GNU Linux в действительности описывало как устроена скажем так базовая система в случае операционной системы на базе директора вот на сегодняшний день это уже не совсем так а временами даже совсем не так но это совершенно отдельный разговор по-моему даже не для этого вот ну собственно мы подходим уже к концу наше говорение наверное стоит сказать еще две вещи в армии как я уже говорил как я уже говорил свободный софт очень провоцирует такой способ ведения бизнеса когда у вас есть знание о каком-то бизнес преимуществе и вы хотите первый выгружать на этот рынок с этим бизнес преимуществом тогда вы берете обычный там вот не знаю дистрибутив минус дописываете туда что-то в чем ваш ваш ваших и и и потому что все остальное уже работ очень много людей страшно страдало от того что нельзя все это взять и закрыть и даже брали и закрывали из такой и довольно известные процессы над всякими начинками роутеров которые внезапно распространялись не свободно и сейчас в общем довольно много с этим мухлежам потому что очень хочется как можно дольше продавать что у тебя конкурента недавно но если даже все равно ты можешь получить свой кофер и по этой причине с конца середины 90-х по силу в мире очень много так называемых производная дистрибутив то есть мы берем дистрибутив дебирант в нулю прилагаем к нему изрядную долю наших наших денег ну не наших это денег конкретно марку шаппу и называем получившееся изделие которое обладает рядом крутых преимуществ скажем что на каком-то там языке означает дружба и объединение на каком-то языке африканское гуманность человечность а ну значит человечность окей спасибо вот в чем фишка фишка в том что по мысли марка основательно скажем обычный дебиан для таких красноглазых дебианщиц и вообще для программистов это правда дебиан это комьюнити-безис дистрибутив рассчитанный на тех людей которые делают ну и тех кто им пользуется в сложенной цели вот а по мысли марка каждая кухарка должна работать на линуксе и получать от этого дабыться для этого значит вкладывать какие-то изрядные деньги в доведение кухарных приходности получить производительность практика показывает что кухарки линуксами не пользуются в результате но вот это и убунты пользуются всякие другие люди которым хочется добавить уже в углу значит какие-то свои бизнес-фичи и получается производный дистрибутив этого вот супа супа того супа в котором варился заяц и все это работает прошу заметить то есть ничего криминального нет это один из вариантов того быстрого бизнеса другой вариант менее быстрый состоит в том чтобы взять чтобы взять какой-нибудь его освоить и сделать свои вот ну так например был сделан французами дистрибутив по названию мандрей они взяли пять первый по моему редхат или четыре ребята не помню вот такой старый аккуратненько и уже не смотрели в что-то делать сопровождали разнообразили и значит поддерживали его своими силами вот но не была фича французский закон позволяет они и они в качестве использовали кд и такой специфический свободы распространяем и соответственно кд и у них получался как бы линук с более человеческим лицом на чем собственно конечно перевод на французский вообще вот это блокализация для 90-х годов это было очень 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 вот потом значит они в 99-ом 2000-ом году стали искать в когда рынки там в Италии в Германии в Германии пришли в Россию и сказали сделать Mandrake Russian Edition вот тут как раз подвернулась команда разработчиков и довольно приличных специалистов в этой области двое из которых сейчас наша генеральная директор и его заместитель вот и в 2000-ом году этот самый Mandrake Russian Edition вышел как раз развалилась команда которая делала тогдашняя версия мобильная система вооруженных сил влилась в эту же команду еще кое-какие люди подтянулись а когда этот Mandrake Илье вышел ребята посмотрели друг на друга и поняли что им как-то не хочется расходиться тем более что у генерального директора всей этой компании возникла идея вообще делать российский дистрибутив компания тогда называлась IP Labs но она довольно быстро переименовалась ватт-минус вот IFT расшифровывается как альт-минус тин это акроник альт-минус тин вот вот а клоуальт расшифровывается вот так вот это рекурсивная точно так же как ну да сейчас вот вот непосредственно я пришел ватт-минус в третьем что ли году да то есть через два года после этого дела вот моим студентом был сын нашим замгенеральным он меня туда их тащил да вот нет правда никого нет дома значит вот в случае в случае ван дрейка а впоследствии альт-минуса мы имеем дело уже не с производным дистрибутивом а с так называемым формом когда когда разработка берется за основу что-то а потом совершенно совместно у нас до 2006 что ли года продержался значит довольно быстро накопилось достаточно большое сообщество чтобы самостоятельно разрабатывать пакеты не дольше все продержался инсталлятор инсталлятором был написан на перле такой большой кусок хода несколько тысяч строк на первом кутеды обладают таким свойством что если в одном месте мне что-то поправить в другом месте что-нибудь разваливать совершенно принципиально в другом написал чувак по кличке петель вот он долго потом в конце концов мы прикрылись выкинули его и нас не связывает ничего последние 15 20 нет меньше 12 ну в общем ничего вот и таких примеров кстати в истории длинных дистрибутивов довольно много если есть сообщество если есть ядро которое знает свои цели отличные от ну вернее так он чем-то отличающийся от того что уже есть на рынке да то значит есть возможность на этом как поработать ну компания тогда назывался Афлинг сейчас называется базальт базальтиспол у нас вполне с разной степенью триумфальности да но вполне существовала все эти особенность работы конечно на рынке на российском вот значит производные дистрибутивы да закончить я хочу вот чем разговор сегодня довольно долго ну скажем так понятное дело что если мы имеем дело с рынком компьютерных программ услуг чего-то такого то мы им делаем с рыночной борьбой и довольно долго дистрибутивы воспринимались как такое ну вполне себе маргинальное явление почему маргинальное потому что это в первую потому что это системы программисты для программистов инженеров не дрится обычные люди во внимание вот там до этого сам дома в общем не входили фокус внимание иногда не получалось сделать что то что ну хорошо воспринимается обычно если у вас разработали те самые люди которые пользуются вполне понятен эффект им будет удобно делать что то что они так уже вот собственно марк шатворд основатель проекта убунтов первым делом в своем баг трекере повесил баг номер один так называемого а именно что главное это система сопровождения ошибок мы как бы отмечаем такую-то ошибку приходит человек за нее отвечающий говорит все я тебя услышал ошибка воспроизводится я сейчас ее поправлю в какой-то момент он исправляет говорит все ошибка как это исправлено в такой-то версии моей программы баг трекер так вот самым первым багом который был повешен баг трекеру был баг такой что микросонт занимает доминирующее положение на рынке вот и поэтому нет операционных систем нет не операционных систем а что-то другого просто на рынке там был решен то есть может быть было описано почему это так было описано какие средства нужно применить чтобы это дело поправить вот и повешен он был в 2004 году прямо при старте проекта убунтов в 2004 году а в 2013 году этот баг был результат фиксов то есть проблема исправа вот и это собственно последнее что я хочу сказать почему баг не отличается от поражения в данной площади вообще никак потому что в какой-то момент собственно да почему почему банк был пофикшен в 2013 году потому что по исследованиям по исследованиям рынка устройств всевозможных на которых стоит какая-то операционная система было выяснено что самая популярная операционная система какая андроид миллиардами исчисляются устройства на которых стоит андроид наверное миллиардами боюсь соврать ладно следом за ним идет как ни странно мохоз айос ну айос да айос потому что потому что айфончик а вот следом за ним идет звук ну вполне понятный причин вот но смотрите это собственно чего значит давайте давайте для себя хорошо решил да 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 сколько их штук в сравнении с количеством телефонов одной ногой плюнуть другой да конечно вот внимание чья это это действительно победа андроид как известно основан на интервью только это победы ядра то есть спасибо линусу который замутил очень качественно сообщество сумел привлечь очень крутые бизнесы на свою сторону подавляющее большинство людей которые в как это сказать чтобы два два раза ядро не произносить в стеке сейчас нам тут вспомнили что есть еще имбедит кухарки с ними работают нет нет имбедит есть но с имбедитом там то на то приходится вы еще посчитайте российский банкомат нет кстати неплохо потому что windows там повешен почти совсем ну кроме российских банкоматов ну да ну да ладно ну еще много их мало значит смотрите я бы к чему говорю все чтобы закончить это это конечно победа да значит это явная победа ну в том смысле не победа успех технологии разработки комьюнити который создал того того способа технического управления сообществом которым и плюс естественно идея гугла которые использовали для создания но это не победа ну скажем так линусской операционной системы настолько что я так понимаю сейчас сворачивать свои инвестиции в руку сворачивается инвестиции с десктопа приключается на облачка на облачка ну вот а с другой стороны если подумать насколько сейчас вообще актуальна тема распространения десктопа операционных систем ну скажем так уж точно не настолько она была актуальна 20 лет назад да и даже 10 большую часть наших прикладных задач делают наши мобильные устройства вот мы еще сейчас не можем осознать до конца какая ниша останется за вот вот этими устройствами за вот этими устройствами какая ниша останется а какая выйдет вот потому что это мы колебнемся с телефонки это делать или или с ноутбука создание контента может быть останется мне кажется но я очень не хочу ванговать здесь да что вообще использование вот устройства с клавиатурой и большим монитором станет профессионализироваться да то есть вот там где нужно по быстрому что-то какой-то быстрый информационный обмен в планшетке и телефонки с этим справляются ну все лучше и лучше вот иногда даже лучше чем компьютер да на самом деле это не так плохо сделать устройство с клавиатурой и большим монитором будут профессионализироваться да хорошо да я не спорю ладно дороже будут да а чем они будут дороже тем меньше их будут покупать а чем меньше их будут покупать тем больше они будут профессионализироваться ну или там слушайте давайте не закончим да слава богу мы пока не находимся на этом плане слава богу вот здесь присутствующих я люблю достаточное количество ноутбу это означает что мы все еще в теме мы все еще можно обсуждать операционную систему десктоп ровно этим мы займемся в ближайшем семестре вот на чем собственно всем спасибо если вопросы задаваются а по поводу в виде установки динокс инсталл фест будет на следующем занятии нет значит смотрите что будут делать те кто не удалось установить объясняю значит те кто не удалось установить скачают виртуалочку или возьмут виртуалочку у тех кому удалось установить виртуалочку что еще инсталл фест по идее должен пойти гладко и без ну и тут ну мы еще подумаем мы еще подумаем у меня смысл я знаю да есть такие ноутбуки на которых мы можем ориентировать класс ну и тут можно вопросы еще да 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 а да 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 лет да да